это байдарка из декатлона полностью надувная ни одного жесткого элемента материал air deck или как его еще называют французы и другие иностранцы drop stitch это пвх два слоя и между ними десятки тысяч нитей которые позволяют им костям принимать любую форму здесь таких им костей 6 полости надувное дно два баллона по бортам и три подушки на деке лодка очень жесткая весит вот это 26 полы килограмм включая банки и упоры плюс упаковка 3200 ну надо еще насос весла понятно длина 528 ширина 70 киллеватая должна быть исключительно ходкой форма типичного морского кайка есть петли для переноски специальные леи чтобы держаться при перевороте и можно на них что-то вязать есть резинки как на морском кайке люк для упаковки груза в общем 3 отсека для загрузки я давно хотел попробовать сходить на морских кайках по каким-то нашим крупным рекам там енисей лена подкаменная тунгуска нижняя тунгуска алекма выбор большой самое главное то что эта лодка складывается и можно похвачивать чехол на колесиках и дальше грузить в самолет поезд куда угодно надувается как пишет производитель за 6 минут лодка оборудована достаточно удобные банками которые в общем вот вынимаются вот они выглядят вот так есть ножные упоры закрытый кокпит все бы хорошо но decathlon позиционирует эти байдарки как прогулочные для спокойной воды и для опытных каякеров у нас в общем как опыт некоторые кайкерские есть поэтому думаю нам подойдет но хотелось бы испытать как она ведет себя в валах поехали апрель берег реки быстрая сосна чуть ниже города елец кайкерский лагерь клуба три стихия открытие сезона алексей шишков один из самых известных кайкеров россии он же бессменный руководитель клуба поставивший на воду не одну сотню кайкеров детальный инструктаж разминка ежедневно по 4 тренировки по 2 для начинающих и для опытных каякеров рядом с нами ребята из ельца тоже открывают сезон на хатанге отличная погода и настроение а мы собираемся с алексеем протестировать лодку ему тоже интересно проблема что у нас нет родных юбок обычный для полиэтиленовых кайков не годятся слишком толстая резинка да и форма очка другая в теории для катоновские юбки существуют но в продаже уже два года как отсутствует нашел подходящие в голубой капельки правда одеваются сверху но пару раз прокатиться подойдут пошли сидеть удобно банки комфортные действительно лодка очень ход быстро ускоряется отлично и ровно идёт да и управляется неплохо сбирается на вал как надо носом не рискай сплавляться одно удовольствие на мой взгляд годится для больших сибирских рек любопытно что скажет алексей неоспоримая у него преимущество через семья перед всеми нашими морскими лодками и длинными байдарками которым мы ходим обычно это то что она складывается и возится самолётики с собой великолепно поезде поезде да и не сделали конечно правильно грамотно на колесиках все это катается короче удобно собирается быстро вот но наверное все таки это прогулочная скорее лодка чем нежели какой-то экспедиционник хотя надо попробовать потому что в общем-то отсеки там не могу сказать что супер большие еще надо понять как она будет себя вести груженая вот мы сейчас покатались сергеем на пороге елецком в принципе по валам по вот ну в общем то она стабильно достаточно хорошо себя и на курсе и рулится хорошо то есть нет все в порядке с обводами у нее вот единственное есть конструктивный один момент и даже два на самом деле которые я бы попытался бы исправить и может быть производитель это без потери крови исправит там нету коленных упоров когда тебе нужно зайти в улов и соответственно лодку поставить на крен соответственно получается так что вместо того чтобы ставить лодку на крен ты поднимаешь просто борт потому что он в том месте где колено должно быть коленный упор в этом месте ничего собственно говоря нет кроме тоненькой тряпки которая просто поднимается под твоим движением и все и получается твоя твои мышцы косые они не прикладываются как нужно и соответственно лодка не кренится но мы попробовали с серегой можно ее кренить корпусом как бы это не очень правильно честно говоря но на это она отзывается вырешиваться как бы да навесло в принципе нормально работает но просто к этому нюансу надо привыкнуть но я думаю что может быть что-нибудь там приколхозить все таки потому что ну вот я лично привык с упорами мне лодку лучше держать бедрами сейчас я ее не держал вот но этого достаточно было все равно для того чтобы мы сейчас покатались по порогу и даже сделали там пару-тройку траверс туда-сюда внизу вот где она в общем-то ну нормально рулится хорошо и юбки тоже те юбки которым я привык они все-таки не опреновые они должны заходить и здесь прям идеальной декой ровный чтобы вода с нее скатывалась потому что после каждого прохождения у меня вот здесь конечно передо мной аквариум с водой получался такой большой вот и это нужно как-то сливать ну а так лодочка красивая спасибо лишь давайте удачи вам